Здравствуйте! Вот у всех на слуху сейчас большой адронный коллайдер, на котором там что-то там такое открыли. И, кстати говоря, этот большой адронный коллайдер работает в ЦЕРНе, это Европейский Институт Ядерных Исследований, да? Примерно так называется. И вот у нас сегодня в гостях один из физиков, который почти постоянно, да, работает на этом адронном коллайдере, эксперимент ставит. Тлисов Данил Анатольевич, кандидат физико-математических наук. Наш российский физик, он, вообще-то говоря, работает, как сказать, в коллаборации, как это у вас популярно говорить в вашем институте, вот с ЦЕРНом. А вообще принадлежит он Российской Академии Наук и Институт Ядерных Исследований, да, в Троицке, который вот находится. Вот. Данил Анатольевич, а вот, так сказать, ЦЕРН-то как расшифровывается? А то я там что-то путался, путался, как его центр. Значит, по-французски Центр European Research Nuclear, то есть Европейский Центр Ядерных Исследований, как вы правильно говорите. Решерш – это исследования, поиски, а нуклеар – это вот ядерные исследования. Понятно. Так, и, значит, ну, впечатлите нас, какого размера этот суперколлайдер? Он же действительно суперных совершенно размеров. Значит, действительно ускорительный комплекс большой. Это порядка 24 километров у него длина окружности, радиус 4,5 километра примерно, и находится он под землей, примерно 100 метров под поверхностью земли, и там находится, собственно, ускорительный комплекс и детекторы, которые… Это вот, значит, под землей туннель. А, соответственно, большой туннель, как метро или ещё больше? Туннель, ну, поменьше, чем наше метро, чуть-чуть поменьше, там не нужно, чтобы поезда ходили. В туннеле находятся магниты, которые создают магнитное поле для того, чтобы частицы поворачивались. Магниты, наверное, сверхпроводящие. Магниты сверхпроводящие, порядка 14 Тесла. Ну, у них магнитное поле изменяется в зависимости от энергии, конечно, но максимально это там… Тесла – это индукция магнитного поля. Это большая индукция, 14 Тесла? Это очень большая индукция. А вот так вот у нас, я не знаю, где, в магнитах, которые управляют, скажем, пучком электронов в телевизоре, сколько там Тесла? Значит, максимально не сверхпроводящие магниты могут быть там пол Тесла, Тесла максимум. А, вот так, да? Ну, до двух, может быть, какие-то отдельные экземпляры. Это там, где вот на фабрике по переработке металлом поднимают всякие железяки, да? Да, наверное. Но в обычной жизни наиболее мощные магниты можно встретить, конечно, в томографах медицинских. Там, ну, пол Тесла, полтора Тесла, может, до трёх Тесла, может быть. Значит, ну, вы меня немножко удивили, что почему-то там не ходят поезда. Ведь эти магниты, они, во-первых, тяжёлые, их надо было туда везти. Во-вторых, их надо охлаждать. То есть, к ним надо подавать, наверное, гелий жидкий? Жидким гелем охлаждается, да. Жидким гелем. Это ещё те низкотемпературные сверхпроводники. Ну, всё это, вся эта инфраструктура для охлаждения, для питания, потому что ускоритель потребляет примерно столько же электричества, сколько потребляет Женева. О, а Женева, это ведь... Ну, это 250 тысяч, в общем, не такой маленький город. Да. А ускоритель требует большой инфраструктуры, которая находится на земле, конечно, и там подводится к ускорителю. У него что, своя электростанция, что ли, есть? Нет, своей электростанции нет. Электростанции французские. Так это подключение такого вот мощного потребителя, оно же... Специально идёт ЛЭП до ЦЕРНа, чтобы подключать. Да? Да. В тот момент, когда... А, ну да, всё время стучат насосы, откачивают. Вакуум делают, да? Да, это всё... А какой там вот этот эвакуумированный объём, да, эвакуированный объём, как говорят? Ну, довольно-таки большой. Сейчас точную цифру я вам не могу назвать, но если вы... Трубочка несколько сантиметров, длиной 24 километра. Диаметром несколько сантиметров, две трубочки, точнее, рядышком идут. И длиной 24 километра. Ну, это сумасшедший объём, и вот, видимо, места, где откачка идёт, они по всему распределены. Там много секторов, порядка 10 тысяч секторов, каждый из которых охлаждается отдельно, и, значит, откачивается там воздух. Сумасшедший, на самом деле. А в отдельных местах там такие большие детекторы видны, да? Как они, кстати, называются? Да, значит, на этом ускорительном комплексе есть 4 места, где пучки могут пересекаться. Ага, они, значит, встречные пучки. Встречные пучки, да. А вот почему 2 трубки, 2 трубки, да. Значит, в 4 местах есть детекторы стоят, в этих местах могут пересекаться пучки. То есть протоны сталкиваются? Встречения двух протонов, ну или двух ионов. То есть ускоритель может работать в трёх режимах, на самом деле. Два протона, два иона, в одну сторону протон, в другую сторону ион. Ага. То есть можно вот как пытались искать заурановые элементы, сталкивали ядра, значит, тяжёлых элементов. Тяжёлых элементов, да. А тут у вас ионы, это всё-таки... В данном случае сталкиваются ионы свинца. О, ну тяжёлые. Тяжёлые, да. Это отдельная, значит, тема, не связанная там с главной причиной, по которой был построен ускоритель. Искали... Искали кварглённую плазму. На одном из детекторов как раз Алиса. Он специально был построен под поиск кварглённой плазмы. А что такое кварглённая плазма? Значит, ну если вы знаете, то обычная плазма, это газовая, да? Ну да, то есть это ободранные более-менее ядра и электроны. Это некоторые, да, субстанции, где, значит, ионы отдельно, все электроны, как бы, существуют отдельно. Кварглённая плазма, это аналогичная совершенно вещь. Отдельно кварки и отдельно, как бы, глюоны. Глю – это клей. Да, глю – это клей. И вот эти глюоны, они связывают между собой кварки внутри элементарных частиц, например, протонов. Внутри адронов, да. Адроны. Значит, адроны, как раз, почему называется адронный коллайдер? Потому что сталкиваются адроны. Это сильно взаимодействующие частицы адроны. Да, именно сильно взаимодействующие частицы. Состоят из кварков и глюонов. Глюоны связывают эти кварки. То есть, два ядра, как два таких вот арбуза вместе столкнутся. Они так вот все сожмутся, перепутаются. А, это не арбуз, скорее, больше похоже на плод граната, наверное, да? Вот в этом гранате, там, значит, отдельные протоны и нейтроны. И отдельные зёрнышки, значит… И вот когда он всё сожмётся, это будет прям вот как сок такой. Вот этот вот сок, это есть вот смесь… Есть кварблённая плач. Они как бы в одном таком мешке получаются. И оттуда вылетает, что только не вылетает. Там много разных вещей вылетает. Частиц. Частиц, да. Есть, вылетают, могут вылетать такие сгустки частиц, так называемые струи. То есть, много частиц вылетает в одном каком-то конусе. Так. И вот в этом месте, значит, где вот такой вот экспериментальный зал, там, наверное, большое подземное сооружение? Там, конечно, очень большие ангары, полости. Под землёй всё это. Под землёй, 100 метров под землёй, да. Там находятся детекторы, которые тоже состоят из магнитов, из трекеров, которые… Ну да, там ещё поди компьютеры где-нибудь. Наверху, наверное, все это регистрируют. В разных детекторах по-разному. Например, вот в CMS. CMS, расшифруйте, пожалуйста. CMS – это называется компактный мионный соленоид детектор. Компактный мионный соленоид. Так. Например, в этом эксперименте компьютеры находятся в соседней шахте рядышком с экспериментальной установкой. Два детектора основных – это как раз CMS и ATLAS. Значит, ATLAS – это тороидальный детектор специальный, который как раз был разработан в МИФИ, его конструкция. Да. Да. И вот эти два детектора были направлены на то, чтобы найти новую частицу, которую доселе никто не видел, могли только предполагать. Это как раз бозон Хиггса, который успешно был найден. Загадочный человек из МИФИ. Кто же это наш человек в МИФИ? Ну, к сожалению, я не помню сейчас фамилию. Но я знаю… Открыли такую вещь, и не помнить кто. Я знаю, что этот детектор планировался для установки на УНК в Протвино. Это ускорительно-накопительный комплекс. Ага, в Протвино. В Протвино. Планировали тоже построить ускоритель на 10 ТЭВ. Мы знаем, что Большой Дронный Коллайдер, он должен работать при 14 ТЭВах, и в 2015 году будет работать при этих энергиях. До этого он работал на 7-8 ТЭВах. Наш УНК, который должен был бы построить… Но его не построили. Его не построили. И не построят теперь. И уже не построят, скорее всего. Должен был бы работать на 10 ТЭВах. Ну, и вот один из его детекторов был перенесен на, соответственно, Большой Дронный Коллайдер. Во что обошелся, в смысле, денег этот Большой Дронный Коллайдер? Финансово примерно это 10 миллиардов долларов. Но нужно учесть, что, во-первых, это много стран, которые давали эти деньги. То есть для каждой страны это были маленькие деньги. Во-вторых, это 15, ну уже почти 20 лет. То есть за 20 лет это не то, что вы единоразово выкинули. Вы знаете, что-то как-то подозрительно маленькая сумма. У вас, смотрите, 24 километра вот этого туннеля, да? В скальных породах, да? 24 километра, 4 миллиарда долларов, да? Значит, 6 километров, 1 миллиард долларов всего на все стоит. Правильно я понимаю? Ну да. 6 километров. И что, ведь аппаратура? Ну, конечно. Что-то уж очень там дешево как-то так вот как-то. Ученые много не кушают, как говорится. Не надо, чтобы работа делалась. Нет, хотя, конечно, грандиозный проект. Но вот возникает два вопроса. Первый вопрос такой, а для чего это нужно, так сказать, людям с улицы? Кроме того, что это, да, это, конечно, подстегнуло, значит, что там, производство сверхпроводящих магнитов, да? Да, конечно, это подстегнуло производство электроники очень сильно, потому что там необходимы быстро обрабатывающие компьютеры, которые в режиме реального времени быстро обрабатывают информацию и большой объем информации. Это подстегнуло, конечно, технологии производства новых веществ, компонентов, потому что необходимо было радиационно-стойкие материалы использовать, так как радиационное поражение, которое планируется достичь в ускорителях, в детекторах, оно очень большое. Такого нигде еще не было. Ну, кроме, конечно, ядерных взрывов. Ну да, ну да. Ну, мы в эпицентре ядерных взрывов ничего не ставили никогда, не нужно просто было. А здесь нужно, чтобы это все было, работало и показывало правильно. И вот меня-то лично впечатляет, что огромное количество сверхпроводящих магнитов. Теперь, значит, фактически сформировалась некая отрасль. А где, кстати, делали сверхпроводящие магниты? Сверхпроводящие магниты делались в разных странах. В основном это Швейцария, Америка и Польша, сколько я знаю. И вот теперь эти, значит, производства, когда этот коллайдер построили, они могут, ну, завалить рынок таким своим товаром. А сверхпроводящие магниты – это вот томографы, да? Да. Медицинская техника. А сейчас там не сверхпроводящие используют? Или используют уже сверхпроводящие? Ну, какие, если нет, конечно, не сверхпроводящие. Потому что для сверхпроводящих это нужна целая инфраструктура, это нужно жидкий гелий, чтобы был, его нужно там сжижать, он же постоянно... Ну, я помню, раньше в лабораторию привозили жидкий гелий в специальном такой вот, в специальном дюаре, еще тут такой мешочек резиновый, чтобы гелий просто так не улетал, да? Азот-то он просто так вот. Азот, да, просто так. Ну, азот, у него температура гораздо выше. Ну, да, 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 да. Но, правда, уже лет, наверное, уж 20, как появилась такая тема, как высокотемпературная сверхпроводимость. Это температура жидкого азота сверхпроводники-то. Но они, по-моему, быстро теряют свои свойства в магнитных полях, да? Да. То есть, из них магнит не сделаешь. Вот досада. Нужен жидкий гелий. Замечательно. А сколько он жидкого гелия потребляет, ваш коллайдер? Нет, порядка, значит, я могу сказать, например, в детекторе CMS порядка 4 тысяч тонн жидкого гелия используется для охлаждения. И как быстро он расходуется? Он же испаряется? Ну, быстро... 4 тысячи тонн, ёлки-палки. Да, это довольно много. Весь ускорительный комплекс там много. Больше, наверное, 10-15 тысяч тонн. Тысяч тонн. И был даже случай, когда в одном из секторов много этого жидкого гелия испарилось. И как бы это было большое, особенно финансовое затруднение, потому что, ну, где его взять, такое количество жидкого гелия? Его же производят там заводы, да. Надо было заполнить. И потом он ведь очень лёгенький. Он же гораздо легче, чем вода, жидкий гелий. Да. То есть, это 4 тысячи тонн, это не 4 тысячи кубических метров, это гораздо больше. Да. Жуть. Впечатляет. Так, ну, а для чего же это всё-таки нужно во всём остальном? Какая-нибудь польза-то от самих исследований будет, кроме таких косвенных, что вот хорошие ребята, хорошую науку мы идем. Значит, это вопрос, который всегда обычно задают, а что же мы получаем, увеличится ли удой и молока с этого? Ну, уж хотя бы чего-нибудь, удой-то, ладно. Представь себе, что мы строим дом, да? Так. Для того, чтобы построить дом, обязательно нужно сначала построить фундамент. Так. Конечно, когда вы построили фундамент, любой человек с улицы может спросить, а что вы тут построили какой-то фундамент, но там же не жить нельзя, ничего. Построили бы сразу стены да крышу. Да. Это же гораздо понятно, зачем нужно. Но ответ простой, что стену и крышу нельзя построить, если не будет фундамента. То есть, вы намекаете, что в этой фундаментальной науке когда-нибудь можно будет построить прикладную? Конечно. То же самое, как с законами Максвелла, уравнение Максвелла мы знаем, они были придуманы там много лет назад, и тогда было абсолютно непонятно, зачем они нужны. Сейчас все, что вы видите вокруг, работает на этих законах и используют эти законы для того, чтобы строить. Давайте подождем лет 150-200. А, то есть вы работаете вот на будущее, да? Как я помню, так сказать, комиссары в пыльных шлемах времен Гражданской войны говорили, вот, совершим мировую революцию, построим дворец труда, дворец приема пищи, дворец сна, какая будет жизнь красивая. И тоже герои Чехова говорили, вот, как будут хорошо жить люди через сто лет, да? Да. Ну, мы вообще живем лучше, чем... Я не могу сказать, что мы будем жить лучше или хуже, я не знаю, но то, что мы будем жить по-другому, это однозначно. Не, ну, обещайте. И для того, чтобы наши дети и внуки жили через 200 лет по-другому и могли пользоваться, сейчас уже, конечно, нам необходимо исследовать фундаментальную физику. Ладно. Хорошо. Ну, значит, вы не остановитесь в ваших исследованиях, да? В наших исследованиях нет. Вот сейчас, значит, существует 24 километра вот этот вот суперколлайдер. Предыдущий самый большой ускоритель сколько был? Ну, это был Теватрон, он был на энергию там 1 ТЭФ. Так, у него была длина, наверное... У него была длина поменьше, километров 10, наверное. Километров 10. А вот ТЭФ, а здесь, значит... Тераэлектрон вольт. 10 ТЭФ у вас сейчас, да? Здесь сейчас... 7. Ну, 7 будет вот 14. Будет 14. Это будет максимум технический, который достигнет. Да, это будет... Потом надо будет менять магниты или что-то еще. А вот что следующее, это какое? Вот почему большая энергия? Это чтобы обнаруживать в большом количестве какие-то частицы или тяжелые частицы. Если у вас энергии недостаточно, вы тяжелые частицы не термируете. Частицы не термируете, да. А следующий-то вот шаг. Что вам потребуется, вам, физикам, ядерскому эксперименту? Значит, на сегодняшний момент мы обнаружили бозон Хиггса. Так. Слава Богу. Слава Богу. Человек из МИФИ придумал, как это сделать. Я очень горд. Я сам МИФИ закончил, да. Значит, следующий момент. Нужно проверить, что мы действительно обнаружили ту частицу и что у ней те свойства, которые мы предполагаем. Так. Для этого, в принципе, энергию увеличивать не нужно. Но это вы будете эксплуатировать. Для этого нужно увеличивать светимость, то есть набирать большую статистику. А, то есть терпеливо ждать. Терпеливо ждать, да. Так. Но для того, чтобы обнаруживать новые частицы, более тяжелые, которые предсказаны, в принципе, некоторыми теоретическими моделями, нам светимость не нужно увеличивать. Нам как раз нужно увеличивать энергию. А для этого вам нужно увеличивать длину вот этого колечка? Для этого нужно, если мы говорим о кольцевых ускорителях, либо увеличивать радиус, либо увеличивать магнитное поле, либо просто использовать линейные ускорители. И одним из вариантов следующего ускорителя, так называемого ILC, международного линейного клада, как раз вот должен быть такой линейный ускоритель, который будет построен, скорее всего, в Японии. Потому что японское правительство уже дало согласие оплатить там 50%. А сколько же будет длина от этого ускорителя? Несколько десятков километров. Ого! Такой маленькой стране, как Япония, нужно прямой отрезок. То есть нужно два плеча с одной стороны и с другой стороны, и чтобы в центре стоял детектор, который будет измерять. Тоже будет под землей? Тоже будет под землей, конечно. А энергии сколько будет? Это пока никто не знает. Проекта нет. Ну, больше, чем 14 в несколько раз, да? Больше, чем 14, скорее всего. В несколько раз, да? И кроме того, он будет электронный. То есть этот протонный ускоритель... А это пучок электронных? А потом будет пучок электронных. Ультрарелятивистских электронов. Да, дело всё в том, что электронный пучок гораздо чище. То есть рождается там меньше частиц, поскольку электроны взаимодействуют только лишь с электромагнитным и слабым взаимодействием. А протоны стоят из кварков, которые взаимодействуют электромагнитным, слабым и сильным взаимодействием. И поэтому даёт там множество всяких... Поэтому там не будет различного примесей от адронов лишних, которые не нужны нам. А вы знаете, я вот ещё вам открою одну сторону. Вот не знаю, может я ошибаюсь. Вот это вот ваш ускоритель, 24 километра, который... Он в принципе говоря, как-то... Знаете, на что похож ещё? На такое вот чудо времён моего детства, которое так и не состоялось. Назывался это, так сказать, токомак. Токовая камера с магнитной катушкой, да? Да. Это наше российское изобретение. Это такая, так сказать, тороидальная, как бублик камера, в которой вот такой кольцевой разряд. И значит, вот в этом кольцевом разряде плазма, вот её сжимают. И тоже тут магнитные поля, тоже ведутся разговоры про сверхпроводящие магниты. И вот в этой плазме начнётся управляемый термоядерный синтез. И человечество получит изобилие энергии. Дешёвый, но относительно чистый. И, наверное, в принципе, технологии-то очень похожи. Нет, технологии совершенно разные. А магнитные поля? Магнитные поля в токомаках нужно совершенно... Но они неоднородные очень, они должны быть там определённым способом сделаны. То есть там, конечно, всё отличается от того, что используется у нас. Но производство в большом количестве материалов, наверное, значит, это хорошо. В большом количестве сверхпроводящих материалов, если использовать, да? Для этого тоже те же материалы. Конечно, фирмы, наверное, одни и те же используются. Заводы, которые будут большое количество жидкого гелия производить, там же потребуются. Конечно, для любой науки современной необходимо большое количество жидкого гелия. Так, теперь вот как. Когда ускоритель своё отрабатывает, ну, для науки? Ну, всё уже, всё, что мы получили. Вот, например, у вас, в вашем институте в Троицке есть линейные ускорители, которые раньше называли такого рода ускоритель мизонной фабрика, чтобы получать большое количество, ну, относительно лёгких частиц, мизонов, там где-то 200, 100 с чем-то кэф, такая вот у них масса. Вот, ну, больших количеств. Всё, что могли уже такое для фундаментальной науки, уже совершили. Его сейчас активно используют в прикладных исследованиях. То есть, материаловедческих там, да, вот рассеивают там эти вот протоны. Медицина и всё такое прочее. А вот этот вот суперколлайдер для чего-то такого можно будет потом использовать? Его же ведь не закроют, ведь, простите. Ну, сейчас отсюда пока не видно, как его можно было бы использовать в прикладных технологических целях. То есть, так сказать, заявок нет? Пока нет заявок. Ну, программа ускорителя до 2030 года расписана, так что сначала давайте поживём, хоть физикой фундаментально условимся. То есть, в принципе, можно сейчас уже заняться, есть время, больше 15 лет, придумывать, чем его загрузить, когда он программу исследователь закроет. После 2030 года, да, закроет. Сколько процентов времени, которое он работает, вот от общего? От общего времени? Порядка, наверное, процентов 30, может быть, 40. То есть, 30-40% времени он генерирует пучок? Да. Как сказать, какой чисто? Сейчас, конечно, нет. Сейчас он закрыт на реконструкцию, на модернизацию. Вот это и есть 70% времени? Нет, я это не считаю. А-а-а. Когда во время ранов, то есть, когда ускоритель работает, там чистого времени набора данных, наверное, процентов 30 будет, 40. А сколько ж вот такого вот ранов, что такое ран, кстати? Ран, понятно, бежать, да. То, что, да, когда идет, когда ускоритель работает. Ну, да, 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 да. Время работы ускорителя. Время такое. Все остальное время он либо где-то сломан, потому что установка сложная, постоянно что-то где-то ломается. И вот это время, когда что-то сломалось или его реконструируют, сколько занимает? Ну, вот оставшееся время. А сколько оставшееся время? Ведь не 70% больше? Больше, да. Если так считать, то больше, конечно. То есть, почти все время, как говорится. Ну, может быть, да. Тогда работает. Зависит от того, с какого момента отчитывать. Если с 2010 года, когда он начал работать нормально, то процентов, наверное, будет 80. Это он сломанный стоит. Ну, не сломанный, да. Ну, с ним работа. Сервисная работа. Производы технологические работы. Товарищи, мы сегодня закрыты, у нас, значит, санитарный день. Вот так это в магазине объясняют. Но у вас санитарный день 80% времени. Ну, примерно да. Подготовка занимает больше времени, а потом мы работаем. А потом вам надо обновлять ваши детекторы, что-то там, их менять. Это не только ведь ускоритель. Конечно. Ваши детекторы, они, кстати, самые слабые места. Ускоритель, он только на дно рассчитан. Но все время у вас приходит новая какая-то вот. Детекторы надо постоянно обновлять, модернизировать, что-то там придумывать. Вы поняли, что что-то не так понимали, поняли лучше. Да. Ну, замечательно. Это очень такая наукоемкая. Много диссертаций на нем защищают? Конечно. Много. Диссертации сейчас пошли просто валом. Валом? Да. Наши или импортные люди защищаются? И наши, и импортные все защищаются. Потому что сейчас идет время, когда вот надо работать, пока все есть. Потому что что там будет после 30-го года, непонятно. Денег. Сейчас во всем мире кризис, денег на науку выделяется мало. Мало. Вот в годы моего детства, как я называю, ну, юности, скажем, да. Вот физики, которые тоже ездили туда в Центр, в Швейцарский, в ЦЕРН, в Швейцарский институт. Они, когда возвращались, вот, рассказывали о тамошней жизни, вот так вот. И она была очень, да, и той научной жизни, как они там столовые работают все время, еще чего-то. Сейчас тут у нас так же стало, как у них во многих отношениях. Поэтому я про это вас и не спрашивал. Все про железяки, железяки, железяки. Ну, ладно, время наше стекло. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вот и публике спасибо большое за внимание. И вот раньше такая шуточка была, правда, англоязычная, я вам по-русски расскажу. А у них там в Америке была такая реклама, значит, поступайте в армию США, и вы тогда увидите мир. Вот. А еще другая реклама была. Значит, поступайте в физики-ядерщики, и вы увидите мир. Вот. Кстати говоря, она сейчас работает. Всех благ вам, удачи, до свидания.